Здравствуйте, меня зовут Самойлинка Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Сегодня мы еще раз затронем тему сосен. Наверное, этот сюжет будет интересен жителям южных регионов или заядлых коллекционеров хвойных растений Ленинградской или Московской области, готовых рисковать и экспериментировать. По нашему мнению, четыре героя нашего сюжета не отличаются особой зимостойкостью. Но я знаю несколько участков Ленинградской области, где эти сосны вот уже в течение длительного времени радуют своих хозяев. Речь в ближайших двух выпусках пойдет о сосне Шверина, сосне Валиха, желтой и мелкоцветковой сосне. Начнем с сосны Валиха. Она же сосна гималайская, она же бутанская. Сосной Валиха ее называют в честь врача и ботаника Натаниэля Валиха, который впервые в 1827 году привез в Англию семена этой красавицы. Ну а второе свое название она получила исходя из природного ареала. Сосна крайне декоративна. Длинные иголки с сизоватым оттенком, иногда достигающие 20 сантиметров, собраны в мутовке по 5 штук. Сосна имеет редкую для сосен правильную овальную форму и достаточно крупные шишки. Все это делает ее привлекательной и желанной для садоводов со всех уголков мира. А если еще вспомнить, что она устойчива в городских условиях, то тут же хочется засадить ей все парки и скверы любимого города. Сосна Валиха, как и все сосны, светолюбива. Но вполне мерится с рассеянным солнцем. Об этом говорит тот факт, что хвоинки у нее держатся до 4 лет. К почвам нетребовательно, но, как всем соснам, ей по нраву больше рыхлый воздухопроницаемый грунт, не приносит застоя влаги и высокого уровня грунтовых вод. Все вроде бы неплохо и говорит в пользу этой сосны. Но что у нас с зимой и морозостойкостью? Готовясь к сюжету, не могла не залезть в Википедию и не посмотреть, что о ней там пишут. Информации надо сказать немного. Дан ареал, несколько слов описания, хвои и еще цитирую. Растение ценится за свои декоративные качества, его культивирует по всему свету. Этот вид устойчив к холоду и заболеваниям, но плохо переносит сухой и жаркий климат. С первой частью фразы согласна. По декоративности с сосной Валиха мало кто может сравниться. А вот второе предположение вызвало у меня некоторые вопросы. И я пошла смотреть, что на эту тему говорят другие источники. Вот ребята с Новосибирска дают оценку этому растению. Требует большого количества рассеянного света. Плохо переносит прямые солнечные лучи. Рекомендуется располагать на возвышении, чтобы нижние ветви получали достаточно количества света. Всегда следует выбирать хорошо прогреваемое место для лучшего роста дерева. Единственным исключением являются излишние влажные и закрытые участки с плохой вентиляцией воздуха. Особенно в сезон дождей и морозов, поскольку такие условия тяжелы для корней. Может зимовать на улице, но при этом нужно охранять растения от избытка влаги. Это не единственный сайт, который утверждает, что гималайская сосна зимостойка. Более того, в Москве нашла несколько фирм, которые продают крупномеры. Раз продают, значит уверены в этом растении. Так что же получается? Она зимует? Или это очередной миф? Давайте вместе разберемся и начнем с ее природного ареала. Из названия гималайского уже понятно, в каком полушарии и в какой местности эта сосна встречается в природе. Найти ее можно в горных системах Каракорум и Киндукуш от восточного Афганистана до китайской провинции Юньнань. На самом деле провинция Юньнань очень интересна с точки зрения ботаники. Там произрастает более 18 тысяч видов растений, что составляет порядка 60% флоры всего Китая. В общем-то и неудивительно. Если посмотреть среднюю температуру, то выяснится, что климат там вполне себе ничего. Не очень жарко, но и не очень холодно. Средняя температура января плюс 7,6. Средняя температура июля плюс 19,7. Правда, я немного лукавлю. Гималайская сосна растет все-таки в горной местности, а в горах холоднее. Но все же. По горному хребту Каракорума температурные данные примерно такие же. На высоте 1500 метров средняя температура июля плюс 16,17. А в январе минус 8. Что это нам дает? А дает это нам то, что сосна валиха прекрасна и возможно даже будет зимовать в Московской и Ленинградской области. Но не долго. А так, до первой нормальной зимы. Максимальная ее зимостойкость это минус 15, минус 18 градусов. При более низких температурах растение будет серьезно страдать от холода. Также регионы, страдающие летом от жары, где столбик термометра долго не опускается ниже плюс 30, тоже вряд ли смогут позволить себе эту красавицу. Там она будет страдать уже от жары. Дальше выводы делайте сами. Следующая сосна, о которой хотелось бы рассказать, это сосна Шверина. Названа она в честь немецкого ботаника Фрица Курта Александра фон Шверина, который, собственно, и нашел ее не где-нибудь в экспедициях, а в собственном парке. Сосна Шверина это не что иное, как спонтанный садовый гибрид, родителями которого стали сосна Веймутова и гималайская. От гималайской сосны Шверина унаследовала правильную крону и устойчивость к ржавчинам грибкам, так досаждающих веймутовой сосне. Иголки, как у двух родителей, собраны по пять штук, но их длина нечто среднее, длиннее, чем у веймутовой и короче, чем у гималайской. С шишкой примерно такая же история. Появление этого вида из-за его устойчивости к ржавчине всеми было воспринято с большим водоушевлением. Возможно, для Америки и Канады это может не 100%, но все же выход. Ведь сколько бы ни бились, а так и не смогли вывести веймутову сосну, устойчивую к этой напасти. Я имею в виду к ржавчинам грибкам. По освещению, опять же, как все сосны, эта сосна солнцелюбива. А вот по отношению к влажности почвы есть интересный нюанс. Корневая система этой сосны способна расти рядом с прудами, реками и прочими водоемами. Но только помните, что это не водное растение и не растение болота. А вот с зимостойкостью все достаточно неоднозначно. Дело в том, что часть ботаников говорят, что зимостойкость она у нас следовала от веймутовой, а другие считают, что от гималайской. Я не могу с твердой уверенностью сказать, кто прав. Дело в том, что в Ленинградской области есть участки, где Шверина чувствует себя отлично. Но есть и такие, где Шверина находится в плачевном состоянии, несмотря на все усилия хозяев. Слишком мало информации. Возможно, у вас растет Шверина, и вы поделитесь своим опытом. Но то, что точно, это то, что сорт сосны Шверина в Эйдхорст гораздо более устойчив и менее капризен, нежели видовая сосна. Этот карликовый сорт был найден в Германии в 80-х годах и пока что является чуть ли не единственным сортом сосны Шверина. Может быть, именно поэтому в 2014 году Американское общество поклонников хвойных растений удостоило его отдельной награды. А мы переходим к желтой сосне. Нет, давайте о желтой и мелкоцветковой сосне я расскажу в следующем выпуске. Увидимся в четверг. Субтитры подогнал «Симон»!